Еще раз добрый вечер. Давайте начнем. У нас сегодня небольшой такой рекламный вебинар на тему работы в программе 1С Документы оборудования. В нашем центре достаточно большое количество курсов проводится. Действительно, у нас очень разноклановые варианты обучения, программирования и графика компьютерная, в том числе 1С. Ну, вот я Елена Гречко, преподаватель пользовательских курсов 1С. И в том числе у нас есть такой курс небольшой по программе 1С Документы оборудования. Вот курс подчеркивают пользовательские, то есть что туда входит? Туда входит рассмотрение вопросов о настройке программы для автоматизации документа оборота в организации. Естественно, как регистрировать входящие и сходящие внутренние документы, как вести работу с файлами, с файловым хранилищем. Ну и в том числе речь идет о том, что шаблоны процессов в документобороте в программе можно автоматизировать. Есть такое понятие, как маршрутизация. Ну и вот как раз на этом курсе рассматривается один из вопросов, который я сегодня и хочу показать. То есть в частности, в частности, чем вообще интересна возможность программы? Программа позволяет задать маршрут для конкретного вида документа, для нескольких видов документов. В программе можно определить, как будет отрабатываться маршрут, то есть автоматом или полуавтоматом. Ну и естественно, чем хорошо шаблонно, это тем, что можно туда внести абсолютно все постоянные параметры процесса. Исходя из этих соображений, вот опять же, что у нас в программе присутствует? Вот когда речь идет о маршрутизации документобороте, естественно, когда сотрудник регистрирует, например, любой входящий, исходящий или внутренний документ, далее-далее уже что с этим документом происходит? Он передается либо на рассмотрение, либо на ознакомление, либо на согласование. То есть многое будет зависеть, в первую очередь, от того, какой тип документа, собственно, был зарегистрирован. И делать это можно великолепнейшим образом вручную, то есть когда зарегистрированный документ отправляется, например, на рассмотрение кому-то из сотрудников. Вариант, который имеет право на существование, то есть, собственно, что мне остается? Мне остается только стартовать пресловутый процесс и дальше жить долго и счастливо. Но, в общем-то, это все здорово в условиях небольшой организации, когда документов не так много. Если организация крупная, то, конечно же, вот такая ручная работа, она несет в себе некое неудобство. Это, я думаю, что даже мягко сказано. Исходя из этих соображений, что у нас с вами в программе предусмотрено? Есть раздел управления процессами. Сразу уточню, что речь идет в данном конкретном случае документ оборот проф. Документ оборот проф. 8. И есть возможность как раз создавать шаблоны процессов. Шаблоны процессов можно создавать простые и составные. Или еще называют иногда комплексными. Вот простые процессы, это вот они представлены как раз в окошке в виде списочка. То есть на исполнение, на ознакомление кому-то, поручение, рассмотрение и так далее. То есть, например, если я создаю какой-то кадровый приказ, то я могу его отправить дальше на ознакомление всем сотрудникам. То есть у меня есть какой-то приказ. И я могу сказать, что мне его требуется отправить на ознакомление всем сотрудникам. То есть я могу отправить на ознакомление с сотрудником определенного подразделения. Я могу по рабочим группам. То есть, например, всем пользователям отправить, ради бога. Здесь уже, естественно, многое будет зависеть от цели. И в данном конкретном случае, что важно, вот я могу, если возникнет необходимость, вот эту часть как раз автоматизировать, поскольку действительно с приказом, например, должны быть ознакомлены абсолютно все организации. А значит, при создании шаблона я буду учитывать не только вот эти постоянные реквизиты, которые присутствуют. Я могу еще задать, скажем, срок. Я могу определить, для каких документов у меня процесс должен отрабатывать автоматически. Ну, вот у меня есть такая некая тестовая база, и, скажем, мне нужно, чтобы отрабатывало для внутреннего документа с видом приказ по организации. Далее я могу как раз определиться еще с какой частью. Как мне нужно запускать. Ну, вот, как видите, здесь есть две закладочки, две закладочки. И, соответственно, что для меня будет важно в этой жизни, определиться, ручной запуск или автоматически. Ну, я начну вот именно с автоматического запуска. Ну, в моем примере, да, что вот с приказом по организации надо ознакомиться с сотрудниками, естественно, этот вариант комфортнее. Что такое ручной запуск? Сейчас покажу просто на другом примере. Вот в данном конкретном случае, да, подразумевается, что с приказом надо ознакомиться с сотрудниками, значит, он уже у нас с вами не согласован и утвержден, то есть прошел связь с инстанцией, и в том числе он был зарегистрирован. То есть в данной конкретной ситуации у меня, в частности, процесс должен автоматически запускаться, именно если я зарегистрирую внутренний документ. Причем не просто внутренний документ, а документ вида приказ по организации. Ну и, естественно, если понадобится, я точно так же могу сказать, что я могу вот этот же шаблон, да, процесс использовать для регистрации приказа по кадрам, то есть уже у меня есть возможность указать несколько видов документов. Как это будет отрабатывать? Как это будет отрабатывать? Ну вот, видите, два – это количество видов документов, на которые распространяется мой шаблон, да, для того, чтобы автоматизировать как-то свою работу. И проверить, это, проще всего, единственным образом создать документ, и, соответственно, его зарегистрировать и посмотреть, будет ли это творчество работать или нет. А значит, я создам внутренний документ. Документ внутренний у меня будет как раз относиться к видам приказ по кадрам. Наименование документа, наверное, будет то же самое. Подписал руководитель организации, подготовил, соответственно, у меня есть руководитель отдела кадровника, Семенова Анна Григорьевна. Отнесу я это к кадровым вопросам, ну и, естественно, сразу же зарегистрирую в номенклатуре дел. Ну, пускай это будет приказ по личному составу, например. И в дело. Что в следующем этапе? В следующем этапе я этот документ, естественно, собраняю и регистрирую. Ну, в силу того, что моя тестовая база, естественно, находится не в сети, то мне придется запустить регламентное задание для того, чтобы программа СЕ все-таки отработала, и я могла показать результат. То есть в данном конкретном случае я запускаю, повторяю регламентное задание только по одной причине, потому что у меня программа не в сети. Больше других никаких обоснований для этого нет. И в частности проверяем. То есть я теперь открываю внутренние документы. Вот смотрите, у моего приказа по кадрам появился значок человечки, да, то есть имеет место быть какая-то совместная работа. И если я открою теперь этот приказ, то уже, как видите, у меня отработал мой процесс. То есть вот ознакомиться с приказом по кадрам. Но здесь же, посмотрите, просто я готовила вариант, чтобы показать из этих соображений как раз. Вот у меня еще был задан второй процесс, да, то есть вот что пошел, пошел приказ на согласование. То есть вот это вот простейший вариант. Первый, который может быть при необходимости автоматизировать работу сотрудников. Может быть вариант другого рода. Например, есть у нас достаточно часто ситуация, когда поступает какой-то документ, и его надо отправить на рассмотрение. Но жизнь наша, она весьма и весьма многогранна, и варианты, конечно, могут быть самые разнообразные. Скажем, если наша с вами организация получила предложение заключить договор на какую-то определенную сумму. Вот что может быть в этом случае? К примеру, если сумма больше полумиллиона рублей, то тогда будет, в частности, этот документ рассматриваться руководителем организации в первую очередь. Если сумма договора небольшая, то тогда, в общем-то, можно передать на рассмотрение, ну, к примеру, юристу или какому-то другому сотруднику, то есть не руководителю организации. Вот есть другая разновидность программы документооборот, документооборот Корпп. У нее возможности будут поболее, и, в частности, для шаблон-процессов можно еще и задавать дополнительные условия маршрутизации. То есть в качестве примера, то, что я привела, вот, да, сумму договора, больше либо меньше определенного числа, и программа будет, в зависимости от этого, предлагать условия маршрутизации разные. То есть либо одному сотруднику пойдет документ, либо другому. В профи, в профи, к сожалению, вот именно такой возможности задавать дополнительные условия для маршрутизации разработчикам не предусмотрено. Ну, что мы можем делать тогда? Мы можем тогда, тогда использовать другой вариант, это полуавтоматическое, в частности, полуавтоматический запуск процессов. Что нам понадобится сделать в этой жизни? То есть, в частности, в частности, ежели я сейчас создам шаблон, например, предложение по заключению договора, 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 рассмотреть, кому руководителю отправлю все-таки, нам. И для того, чтобы было прям вот совсем красиво, я даже создам отдельно вид входящего документа, это благо у меня полное право, да, я его так и назову, что это предложение о заключении договора. Предложение о заключении договора. Ну и, естественно, мне понадобится, что сумма документа. Но, подчеркиваю, поскольку вот в программе документа оборота ПРОВ нет возможности задавать условия мужеутизации, естественно, естественно, все-таки решение должно приниматься пользователем. А значит, значит, тогда я буду использовать как раз вот эту закладочку «Ручной запуск». То есть, скажу, что мне надо предлагать. Запуск при выполнении действия, да, каковы? Регистрация входящего документа. Ручная регистрация входящего документа. Следующим этапом, что получится в этой жизни? Давайте проверим то, что я сейчас натворила, и как раз покажу, как себя отрабатывает. Вот у меня есть предложение о заключении договора. Значит, вот этот шаблон я создала, обратите внимание, для входящего документа. Значит, я создаю входящий документ, регистрирую карточку, если будет точной, выбираю у него, смотрите, вид документа, предложение, заключение договора, наименование документами договора на закупке. К примеру, отправитель. Ну, я возьму то, что есть в тестовой базе. Ну, к примеру, 50 тысяч. Вот у меня такой простейший документ, который я что делаю? Я регистрирую, и вот смотрите, процесс отрабатывает сразу же. То есть у меня теперь появляется запрос. Запустить ли процесс предложения о заключении договора? То есть это что получается? Решение как раз все-таки принимается мной. То есть в моем конкретном случае я сказала, что до 500 тысяч будет рассматривать не руководитель организации, как, к примеру, главный бухгалтер. Значит, тогда мне вот этот процесс запускать не нужно, а я просто создам, соответственно, на основании вот этого документа отдельный процесс на рассмотрение. Скажу, что он у меня пойдет к кому? К главному бухгалтеру со всеми вытекающими последствиями. То есть вот таким вот образом. Извините, он у меня ограничен в правах. Да, я ограничила в правах главвуха. Но бывает такое дело в нашей жизни, значит, стартую к другому сотруднику. Да, всех ограничиваю. Так, ну, значит, я не буду тратить время на то, чтобы поднимать, кто у меня не ограничен в правах. А, соответственно, покажу на примере администратора. То есть в данном случае, смотрите, было принято решение, сумма маленькая, вот ушла определенному исполнительному. Теперь, если взять аналогичную ситуацию, да, то есть пришел еще какой-то там договор на закупку, я, чтобы сэкономить время, скопирую предыдущий документ, ну, внесу в него изменения. То есть это некий новый договор, и сумма договора уже будет 650 тысяч рублей. И та же самая постановка вопроса. То есть в частности я регистрирую документ, и все-таки скажу, что мне перейти к запуску процесса. Как видите, уже, извиняюсь, автоматически открывается заполненная карточка. Все, что мне остается, это стартовать процесс. Ну, повторяю, это вот специфика все-таки решения документа оборот проф, возможности у профа, конечно же, поменьше, но можно вот поступить таким образом. Получается, что если все-таки человеку надо принять решение, то ли секретарю, да, который, например, занимается регистрацией карточек документов, то ли другому сотруднику, то тогда, тогда при создании шаблона имеет смысл сделать то, что я вот сейчас показываю, то есть при создании сказать в частности, в частности, что нам требуется ручной запуск. Ручной запуск – это все-таки полуавтоматический, да, не совсем получается ручной, но вот такой вариант присутствует. Ну, и самое любопытное, ну, опять же, здесь мы ограничены разработчиком, это, конечно, составной процесс. В окошке шаблонов процессов, в окошке шаблонов процессов составные процессы отражаются в нижней части, то есть вот, видите, обработка внутреннего документа, обработка входящего, обработка исходящего. Ну, вот у меня в качестве примера есть небольшой, да, руяль в кустах и, опять же, для того же приказа по кадрам, как видите. То есть что происходит в моей организации, когда готовится приказ по кадрам? Он сначала согласуется с начальником отдела кадров, потом утверждается руководителем, и потом, собственно говоря, приказ регистрировался. Если возникнет такая необходимость, естественно, количество таких составных процессов можно создать неограниченно. Ограниченному с вами только в какой части? Вот в этой. Действия. Как видите, для видов документов список действий предусмотрен заранее разработчикам, он, в общем-то, отличается. То есть, в частности, вот, например, обратите внимание, меньше всего вариантов действий предложено именно для входящего документа. То есть на рассмотрение, исполнение или ознакомление и исписание дела. Для исходящего тут чуть-чуть побольше вариантов, да, то есть согласование, утверждение, все-таки регистрация присутствует. Но самое большое количество вариантов это, конечно, для внутренних документов. Ну вот, возвращаясь к нашему разговору. Вот как вообще срабатывает этот процесс? Я когда сейчас вот перед семинаром все это дело открывала, загружала, я сделала небольшой документик для того, чтобы продемонстрировать сие творчество. То есть у меня есть внутренний документ. Внутренний документ. В частности, я его назвала вот просто приказ. Видите? Я сейчас сначала на нем покажу просто, как это отрабатывать. То есть, в частности, как только документ был мною создан, подчеркиваю, создан, обратите внимание, что документ еще не зарегистрирован. То есть у меня вот это вот событие все должны отрабатывать на создание, что вполне логично. Дальше пошел у нас с вами процесс на согласование. То есть вот начальник отдела кадров открывает свою задачку, проверяет этот документ, ну и, естественно, она его согласна. Естественно, потому что мне надо показать. Следующим этапом, обратите внимание, руководителю уже пошла задача на утверждение согласованного приказа. И когда руководитель его утверждает, утверждает, соответственно, последний вариант, это уже надо зарегистрировать приказ, и, собственно, сотрудник уже это и будет делать. Так, ну это вот связано сейчас, да, программа у меня выдала комментарий, это было связано как раз с тем, что мы не в сети. Вот я зарегистрировала документы, как видите. То есть здесь у меня все великолепнейшим образом себя ведет. Я могу листья согласования распечатать и так далее. Здесь, кстати, вот хочу уточнить, есть один момент достаточно специфичный. Сейчас я вам даже вот продемонстрирую непосредственно нам. Приказ, не знаю, пусть будет первый. Просто, опять же, подчеркиваю, чтобы не тратить времени на личную писанину. То есть вот я создаю новый документ, я его записываю, закрываю. Для внутреннего документа, естественно, это нормально. Далее, для того, чтобы у меня все-таки отработал процесс, подчеркиваю, ну вот, специфика вебинара, в частности, 1С не в сети находится, поэтому я запускаю отдельно вручную регламентное задание. При работе в сети все это настраивается автоматически. Вот. И вот тоже, кстати, опять же, специфика именно того, что у меня программа находится в сети. Для того, чтобы увидеть результат, мне, как видите, приходится открывать, закрывать. Это самое простое, что я могу сделать в данной конкретной ситуации. Открывать, открыть, закрыть журнал. Вот мой приказ. Постановка вопроса такая же. Мне его надо согласовать с руководителем отдела кадров, но по каким-то причинам руководитель согласовывает с замечаниями. Нам не важно, какая здесь причина имеет место быть. Вот у меня есть панель для этого. Я могу согласовать, я могу не согласовать. Это уже зависит от, естественно, контекста самого документа. Вот если речь идет о работе в программе, о работе в программе, когда согласовывается с замечаниями, когда согласовывается с замечаниями, так, поторопилась немножко, извиняюсь. Будет приказ второй, да, потому что в итоге поторопилась и очень извиняюсь, но в спешке нажала кнопку «Согласовать». Не хотела. Вот мой второй приказ будет. И все-таки я хочу показать, что происходит, если согласовывается с замечанием. Ну, к примеру, было замечание доработать. Доработать. И вот оно, смотрите, кнопка «Согласовывается с замечаниями». Обратите внимание, что следующий процесс на утверждение не запускается автоматом. То есть автоматическая отработка, она предусмотрена, да, вот только на одну ситуацию, если согласован полностью. понятное дело, что не согласован здесь, естественно, процесс прекращается, но вот когда речь идет о согласовании с замечаниями, программа тоже составной процесс останавливает. Есть вот такой вот специфичный момент. Ну, и также все-таки создать вот такой вот комплексный процесс, если вдруг возникнет такая необходимость. Никаких проблем здесь в принципе нет. Фактически любой комплексный процесс составной состоит из нескольких простых процессов. Например, есть в программе такой вид документа как договор. И если у меня создается какой-то новый договор, новый договор, к примеру, это должен быть договор с каким-то потенциальным клиентом, это может быть доп. соглашение договора, здесь не принципиально. Я могу определиться, что мне требуется. Например, мне требуется сначала его согласовать и с юристом скажем. Значит, тогда действие согласования, вот он шаблон вложенного процесса. Я могу взять какой-нибудь, если у меня есть подходящий из созданных ранее, либо создать новый согласование условий договора с юристом и, естественно, не забыть сказать, с кем мне согласовать. То есть в моем случае это будет нить господин Черчиков, ему понадобится один день, дам я ему срок. То есть вот таким вот образом. Далее следующее, что у меня будет, это будет, например, утверждение руководителя. Соответственно, руководителем. руководителя я срока никакого ставить не буду и следующим этапом у меня будет что? Естественно, регистрация. Значит, значит, это еще будет регистрация. и я скажу, что это будет делать на начале секретариата. И даже могу сказать, срок регистрации НЕРО-1-ДИК. Вот, видите, я собрала все действия и должна естественно сказать, на какие виды документов это будет распространяться. у меня это будет распространяться на отдельный вид внутреннего документа. Я имею ввиду договор. И запуск пускай будет автоматический. Но на сей раз мне нужно на какое событие? На создание внутреннего документа. Ну и опять же, чтобы проверить, будет у меня сей творчество работать или нет, все, что от меня требуется, это естественно создать документ такого вида. То есть, в частности, у меня кстати есть еще шампунчик для типовых договоров, поэтому я его не беру. сейчас кого-нибудь вложим. «ежелуй» по «ежелуй» И опять же записываю, закрываю. Ну и, да, к сожалению, придется вручную запускать регламентные задания. Ну и, что есть, то есть уже такая специфика именно нашего с вами вебинара. Ну, а теперь посмотрим, что у нас получилось. И получилось ли по-чет. Вот мой договор с студентом. И, как видите, вот они в процессе. То есть у меня, как только был создан документ, у меня тут же пошла задача на согласование юристу. Как только юрист согласовывает, уже пошла задача на утверждение. Уже дальше, следующим этапом документ регистрируется. То есть, он будет отрабатывать все великолепнейшим образом. И, естественно, после регистрации. Но это вот, да, к сожалению, чисто программная специфика. Вот в моем конкретном случае ругается программа только из-за того, что вот не в сетке. И, соответственно, да. Я сейчас, получается, одновременно изображаю себя нескольких сотрудников. И следующим этапом у меня уже остается только что сделать. Это просто отправить вот этот договор, нижнего, 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 отправить его клиенту. Жить становится гораздо легче, гораздо комфортней, когда мы вот этот функционал используем, вот что есть, то есть. И я надеюсь, что это может пригодиться именно в процессе работы. Здесь очень симпатичная функция. Она весьма несложная. Думаю, здесь со мной все согласятся. Но из полезного, из полезного здесь вот, я думаю, для себя можно создать достаточно большое количество шаблонов. Единственное, что еще хорошо бы не забывать делать, но это многое уже будет зависеть именно от специфики учета конкретной организации. Вот когда шаблон настраивается, да, то есть мы задаем для какого вида документа, в частности, должен этот шаблон отрабатывать. Здесь видите, вот можно еще и галочку ставить. Запретить изменение процессов, созданных по этому шаблону для этого вида документов. Ну, она для нас может быть в жизни весьма полезной. То есть в этом случае никто из сотрудников, если процесс уже закончен, не сможет носить изменения. Это тоже немаловажно. Ну и, как я уже показала, тут, собственно, встреча наша была как раз ради этого момента. Да, действительно, маршрутизация документов внутри организации с помощью программы можно автоматизировать, сделать это, я думаю, вы со мной согласитесь, но реально абсолютно несложно. У нас есть два варианта. Либо это будет автоматический запуск, либо это запуск ручной. Ну вот назвали ручной, но все-таки я бы сформулировала немножечко. Иначе сказала, что это полуавтоматический запуск. Как видите, в одном случае программа мне тогда будет уже, да, предлагать запустить процесс. И я выбираю. А в другом случае реально все идет автоматом уже без какого-то моего вмешательства. Ну и работает это реально очень здорово. И ошибки, которые вот чаще всего бывают при создании шаблона процесса, при его настройке, это, во-первых, некорректно определяют события, некорректно определяют события. То есть, например, вот такую вот вещь, видела, сейчас покажу, даже вот только что я как раз вот, да, вот у меня есть такой вот шаблончик, приказ по кадрам. То есть согласовывается с начальником отдела кадров, утверждается, и потом приказ регистрируется. И дальше, кстати, я, например, вот здесь могу еще и дополнительно отправить на ознакомление уже сотрудникам, чтобы уже совсем шла вот такая часть целиком, вот это да. Ну так вот, работает это все великолепнейшим образом. Не работает в каких случаях. Вот чаще всего какие ошибки допускаются. Во-первых, при шаблоне, когда его создает, забывает указать, с кем согласовать, например. Если я не укажу, с кем согласовать, естественно, программа мне ничего автоматизировать не сможет. Это всего-навсего машина. То есть забывают указать, кому. Кстати, очень часто забывают, как ни странно. То есть вот это вот такой первый нюанс, который нужно учитывать. Далее, далее. Вот второй нюанс, как раз, о котором я и заговорила, это когда назначают видом документа и, соответственно, некорректно задают действия для запуска. В частности, например, если речь идет о приказе по кадрам, автоматический запуск у меня вот в контексте моей задачки, что приказ подготовленный должен быть сначала согласован, утвержден и так далее, естественно, у меня запуск должен отрабатывать на какое событие, в первую очередь, на создание внутреннего документа. Именно по причине следующего рода регистрировать я приказ буду уже, естественно, после всех этапов согласований и после утверждения документа. Бывает, когда вот ставят на событие на регистрацию. И та же ситуация вот бывает, очень часто допускают ошибку, когда создается шаблон для входящего документа, но при этом предлагается ручной запуск, почему-то при закрытии карточки только что созданного документа, это уже вообще совсем никуда не годится. Ну, то есть вот это тоже нужно иметь в виду. То есть представьте себе, если я сейчас возьму и скажу, что вот у меня есть входящий документ, этот документ, к примеру, рекламация, и представляется, да, то есть я вот скажу, что мне его надо запускать при закрытии карточки только что созданного документа. Интересное дело получается, то есть у меня документ создан, не зарегистрирован, но он будет идти на исполнение, к примеру, кому-то из сотрудников. Естественно, это нонсенс. То есть в данном случае это может быть только на регистрацию. И если вот на эти моменты обращать внимание, то есть вот то, что я озвучила, забывают указать кому, либо некорректно-некорректно указывают как раз действия для срабатывания процесса, все это великолепнейшим образом работает, то есть процесс сходит по организации, и, естественно, мы с вами принимаем к этому, прикладываем к этому минимальные усилия, что, конечно же, радует и еще раз радует. Количество, как я уже сказала, их создать можно неограниченное, и при этом, если много, то их еще и можно, соответственно, объединять в группы, то бишь папки. Но если у вас вдруг на работе именно документы оборот корм, то тогда, обратите внимание, у вас еще вот здесь в разделе управления процессами должна быть, ну, при должных правах должна быть еще команда управления маршрутизацией, то есть тогда, тогда вообще можно будет дополнительно автоматизировать именно часть какую, чтобы процесс отрабатывал при соблюдении определенных условий. Но вот, к сожалению, этого в профи нет, этого, конечно, не хватает. Ну, вот, с другой стороны, вот, как вариант, то, что я вам показала, значит, задаем тогда запуск вручной и принимаем решение в зависимости от контекста документа уже на месте. То есть выкрутиться можно, но, может быть, не так красиво, как хотелось бы, но все-таки можно. Ну, вот, собственно, это, пожалуй, все, что я хотела на сегодня сказать. Надеюсь, что все вышесказанное мною поможет в работе. Ну и, собственно, да, вот вкратце примеры, да, имеют место быть в нашей жизни. Ну и если вам это интересно, если действительно стоит вопрос о программе «Электрон», о работе в программе 1С «Документы оборот», то тогда приходите к нам, будем очень рады вас видеть. Спасибо.